Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Он требовал предоставить документы, подтверждающие расходы ОМВД, а также сообщить точное число сотрудников, которые работали на митинге в свое нерабочее время, и обосновать, была ли необходимость в таком количестве людей и техники. Суд удовлетворил ходатайство и назначил следующее заседание на 24 сентября. Ранее аналогичный иск к Семенову и еще одному кировчанину Вадиму Ананеву удовлетворил Первомайский суд Кирова. В пользу полиции они должны выплатить 180 тысяч рублей за работу на акции 23 января. Программа Экономика. Кировчане могут воспользоваться гаражной амнистией. С 1 сентября вступил в силу закон, который должен прояснить вопросы оформления прав на гаражи и земли, на которых они расположены. Под амнистию попадают объекты, возведенные до 30 декабря 2004 года, находящиеся в кооперативах и гаражных товариществах на государственной или муниципальной земле. Упрощенный внесудебный порядок регистрации прав не распространяется на самовольные постройки и на подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах. Чтобы оформить права, нужно обратиться в соответствующие органы государственной власти или местного самоуправления с заявлением о предоставлении, о пренебходимости и образовании участка под гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения объектом. В Кирове около 58 тысяч гаражей, каждый третий не имеет сведений о правообладателях. Экономика на 101%. Кировским студентам рассказали о перспективах технических специальностей. Вопросы трудоустройства в Кировской области обсуждались на встрече губернаторов с учащимися учреждениями среднего профессионального образования. Например, студентов колледжа промышленности и автомобильного сервиса волновал вопрос поддержки молодых специалистов. Генеральный директор АОВМП «Авитек» и АОКМП Александр Иванов, который также участвовал в этой встрече, рассказал, что на «Авитеке» молодые работники могут получить единовременные денежные выплаты, подъемные. Кроме того, предприятие помогает в продолжении обучения по специальности в вузах, а также в приобретении своего жилья и оказывает другие меры поддержки. Отвечая на вопрос о востребованности работников на рынке труда, Александр Иванов отметил, что технические специальности в обозримом будущем не утратят своей актуальности. На предприятии ждут выпускников и авиационного техникума, и колледжа промышленности, и даже технологического колледжа пищевой промышленности, поскольку скоро после ремонта возобновит работу столовая «Авитека». В завершение валютах доллар сегодня 72,85 рубля, евро стоит 86,30. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ